в парколь на первый раз иду самолет пешком короче вы смотрели фильм перевозчик вот сейчас я перевозчик короче в аэропорту стамбула извиняюсь для перевозчику аэропорту стамбула что сейчас человека из москвы и должен передать ей вот такую сумку я не знаю что там бутылки пластиковые и что-то очень тяжелое килограмм 15 килограмм она весит не знаю что вот еще хочу сказать что турецкими ави линиями даже внутренними очень круто летать они кормят дают классную горячую булочку сыром и томатами и напитки там на выбор любые найран сок кофе чай так что сейчас я жду человек и передаю сумку и мое приключение продолжает я сегодня день завтра отдыхаю и понедельник утром оформляем мотоцикл дукати я еду на нем в аланья из-за аэропорта входит метро в центр города поэтому довольно дешево и экономии на такси в общем можно попасть в центр города а там уже либо на автобусе трамвая либо на такси уже дешевле добраться до отеля своего все очень комфортно классно такая мечеть красивая это вот выход из аэропорта вот парковка порт огромный конечно репорт новый все еду в отель отдал посылечки такси не обошлось но хотя бы цена не 800 900 лет а всего 300 от конечной станции метро уже нормально вот меня привезли в район дешектаж и мой отель где-то здесь офигеть многолюбинка сезон пока я в номере не обращайте внимание на бардак ну как бы я всегда так делаю вот в общем такой номер у меня 15 квадратных метров всего отель бурдж аль истамбул находится прямо на пешеходной знаменитой улице истекляль на 6 этаж поэтому смотрите тут полный вообще аншлаг движняк даже в 5 утра я просыпался смотрел вот ресторан завтрак на верхнем этаже на эту улицу куча всяких магазинов до известных брендов и турецких и мировых вообще торговые центры есть естественно кафешки бар и рестораны кальянные на каждом шагу номер звукоизоляция офигенная номер в принципе классный все есть в душу в ванной туалете соответственно тоже все есть все аккуратно чистенько даже шампуле шампуни и гели для душа там кондиционер да все есть фен есть то есть переночевать прям отлично вот прям на недельку сюда можно приехать 800 лир сейчас сезона конец апреля 800 лир стоит этот номер соответственно умножаем на 4 2 с половиной тысячи там получаем до рублях цена на данный момент очень хорошая на самом деле потому что очень мало было вариантов вот в этом районе найти мне отель за как можно меньше сумму три звезды но завтраки очень хорошие должны читать на четверку тянут я постараюсь завтра утром снять завтраки то есть отель завтраками за эту цену все сейчас я пойду на эту улицу и стекляль погуляю покажу вам местные красоты и так как сезон апрель в этом районе и в соседних районах это южнее фатих и чуть севернее бешиктаж полно достопримечательностей но так как все таки сезон и цветут тюльпаны я сейчас пойду либо поеду в район в район фатих и там в парке покажу вам цветение тюльпанов очень красивое зрелище раз в год надо это все увидеть погнали выглядит мой номер в отеле ну приличный на самом деле очень хорошо тут ресторану на верхних этажах у всех бары и рестораны всех отелей тип отелей такой знаете тесненькие маленькие но они идут в высоту будут высоту надеюсь не замерзну на 20 градусов всего там будет очень немножко сниму сейчас улицу и стекляль и потом уже парк к народу про вообще на не очень люблю шумные такие улочки поэтому как можно быстрее пройти уйти отсюда хочу но в этой обуви мотоботинка далеко не уйдешь у меня уже мозоли поэтому буду по минимуму стараться ходить а завтра уже на мотоцикла и вала не поеду мы дошли с толпой до галатской башни в общем-то ничего особенного так в общем знаменитое место около галатского моста где делают как миг балык как миг это хлеб балык это рыба от рыба в хлебе будет истамбуле обязательно это попробуйте очень вкусно местная достопримечательность кулинарная если вы попробовали мех балык то есть рыба хлебе обязательно возьмите рассол капуста огурчики очень вкусно идеально считается тоже местная достопримечательность район потих мост голодки я перешел и вот египетский рынок народу тьма просто уже сезон все конец апреля сезон туристы месяц назад просто было вообще тишина офигеть но движня кайф настроение темпу офигеть друзья смотрите авианосец турецкий отправляется плавание огромный просто просто огромный вот вот добрались мы наконец до парка цветов средина апреля реально его на тюльпанчики кататься офигеть какая красота не передает запахи конечно картинка но это невероятно цветочками пахнет аллергикам здесь не место парк гульхане парк цветов красота запахи релакс да у это место надо вдвоем ехать идти гулять целоваться на лавочке смотрите вон какая красота все фоткаешь и вот красные розовые красные тюльпанчики да это счастье вот так вот попасть в это время не все живые классные и мне очень нравится полететь и здесь такие спокойные стоят бамбук куриц где вообще я в турции представляете такая красота всего лишь раз в год вот попасть да в это время стамбул но цены конечно на все высокие потрясающая весна конечно можно прям на травке разложиться и спать какая яркая он палитра офигеть смотрите какое яркое все офигеть вот эта красота а 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 но сейчас попробуем что это да лимончиком а а давайте давайте офигеть смотрите время десятый час уже сколько народу будет а это район биллу а м движняк движняк не знаю до скольки они так будут шастать человеки люди но звукоизоляция есть так что нормально я думаю что хотелось бы мне оставить приятные отзывы об этом отеле но не знаю наверно не получится потому что ну вот вот так я завтракаю у них что там какие перестановки в баре ресторане наверху и вот всем номер они приносят такую еду вернее мне даже не принесли а я пошел сам выяснять что как вот мне говорят вот типа вот такая еда упакованная ну это так себе ребята сервис и вообще когда я заселялся в этот отель меня на 150 лет хотели кинуть такие вот ребята здесь а так отель сам хороший но сервис это пипец первый раз не до качи скажу так можно либо продлить нельзя он всегда должен быть с каким-то ограничением алиса александровна скоро вы покидаете стамбул эту страну стамбул магический город какие у вас впечатления в двух словах пока объясните нам скажите ну одно нереализованное желание какое получилось достать марихан не получилось достать пип да блин я уже не знаю с тобой боюсь ты такой спыльчивый ты просто какая-то блин сейчас всечешь мне не знаю там не знаю что тебя ждало просто ну да только что для тебя все я не знаю просто тебя я же не настолько тебя глубоко знаю ты способен на удары ну нет конечно вдох смогу ого гуляем по узким улицам стамбульского района Фатих это исторический район самый крупный самые значимые знаменитые достопримечательности находятся здесь вот сейчас мы вдоль набережной идем то есть набережной а всю жизнь очень низкого поколения идем вдоль набережной и дойдем сейчас до площади центральной где все у нас как у нас площадь называется Сульмайя нет а ой да султан ахмед там у нас много мечетей дворцов сейчас подожди сейчас подожди как блин си да 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 400 километров это мой дворок то есть это то есть планировать